Прыжок с парашютом с высоты тысячи метров. Экстремальное удовольствие для любителей острых ощущений. А для бойцов спецназа, комитета государственной безопасности, рабочие будни. Сегодня в подразделении прошли занятия по парашютно-десантной подготовке. На них побывал Никита Кондратов. Несколько кругов в воздухе для набора необходимой высоты. До земли тысяча метров. В небе появляются первые фигуры. Парашют раскрывается почти сразу. Ради нескольких минут в небе люди готовы на многое. Для кого-то это экстремальное времяпрепровождение, а для бойцов спецназа КГБ трудовые будни. Это один из элементов боевой подготовки. Согласно программе боевой подготовки есть выполнение прыжков с парашютом, воздушно-десантная подготовка. Соответственно, люди отрабатывают как раз вот эти элементы. В небе несколько минут, а подготовка к прыжку занимает часы. Все укладывают снаряжение лично. Проверить стропы, правильно сложить парашют. Важна каждая мелочь. На высоте каждая ошибка может обернуться трагедией. Перед тренировками бойцы прошли медосмотр и процедуру взвешивания. За спиной каждого спецназовца два парашюта, основной запасной рюкзак с боеприпасами и автомат. Вес снаряжения 30 килограммов. Перед посадкой инструктор проверяет каждого и несколько раз. Последнее наставление и добро пожаловать на борт. Спецназ комитета безопасности проходит боевую подготовку по абсолютно всем дисциплинам, которые, не дай бог, конечно, могут пригодиться в боевых условиях. Абсолютно по всем. То есть это спецназ широкого профиля. Каждый прыжок – маленькая победа над своими страхами. И эта виктория запоминается на всю жизнь. Мой первый прыжок случился, если я не ошибаюсь, в 91-м году, весной, в апреле месяце. Ну, как любая неизвестность, это все пугает. И тот человек, который выполняет и первый раз прыжок, и я вот сейчас выполнил 452-й прыжок. То есть все боятся, боятся все. Просто кто-то преодолевает свой страх, кто-то не может его преодолеть. Но если человек не боится, я боюсь этой уже патологии. Переброс страх высоты придется еще не раз. По плану парашютно-десантная подготовка бойцов продлится до конца недели. Никита Кондратов, Алексей Двоенкин. Первый Приднестровский.